Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Рокет. В сегодняшнем видео тема такая, счетные множества. Мы будем говорить о простейшем среди бесконечных множеств примере, пример счетного множества. Итак, назовем таким множеством всякое множество, элементы которого можно объективно сопоставить со всеми натуральными числами. Иначе говоря, это такое множество, элементы которого можно занумеровать в бесконечную последовательность. Давайте приведем примеры счетных множеств. Пример первый. Множество всех целых чисел. Как установить соответствие между всеми целыми числами и натуральными числами? Ну, натуральные числа такие 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Как вот эти номера можно присвоить множеству всех целых чисел? Можно, например, сделать такую штуку. 0 поставить на первую позицию, а дальше ставить минус плюс, минус 1, плюс 1, минус 2, плюс 2 и так далее. И таким образом можно на самом деле все целые числа, всем целым числам присвоить номера. То есть объективно сопоставить два множества. Каждому будет соответствовать элементу строго один элемент. Каждому, каждому, каждому. Взаимно-однозначное соответствие установлено. Как это записать? Можно записать так. n соответствует 2n плюс 1. Вот это данное, я имею в виду n из натуральных чисел. Вот из этого множества. yes, а, то есть не из натуральных чисел, а из множества целых чисел n. 2n плюс 1, если n больше или равен 0. Например, 2, 2х2, 4 плюс 1, получается 5. И n будет сопоставлен к числу 2 модуля n, получается, если n меньше 0. Например, минус 2. Минус 2 меньше 0, соответственно, модуль от минус 2 это 2, и умножить на 2 получится 4. Соответствие установлено. Это первый пример, множество целых чисел. Второй пример. Множество всех четных положительных чисел. Как здесь устанавливать соответствие? Ну вот, натуральные числа такие у нас. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Множество всех четных положительных чисел. А, соответственно, это 2, 4, 6, 8, 10 и так далее. Номера присваиваются очень легко по правилу n2n. Например, возьмем число 2. 2 умножить на 2. Возьмем число 1. 1 умножить на 2, получим 2. Вот, все. Следующий пример. Следующий пример. Множество степеней числа 2. Тоже зонумеровать можно. 1, 2, 3, 4, 5. Степень числа 2. Это будет 2 в первый, 2 во второй, 2 в третий, 2 в четвертый, 2 в пятый и так далее. И так далее. Это 4. Соответствие получается n2 в степени n. Четвертый пример. Четвертый пример похитрее. Множество всех рациональных чисел. Что такое рациональное число? Рациональное число такое, которое можно записать в виде дроби, p деленное на q. Причем, p у нас из множества целых чисел, а q из множества натуральных чисел. Это множество рациональных чисел. Ну, в таком случае введем понятие высота рационального числа как модуль p плюс q на q модуль не ставим, оно уже из натуральных чисел. Будет положительным. Вот эту штуку назовем высотой рационального числа. Ясно, что число дробей с некоторой высотой n, конечно. Например, вот смотрите, высота, построю табличку, высота, высота и дроби. Например, начнем с единицы. Высота, единица, дробь, соответствующая такой высоте, 0 делить на 1. Высота 2 имеет числа 1 делить на 1 и 1 делить на минус 1. Высота 3 имеют числа 2 делить на 1, 1 делить на 2, минус 2 делить на 1, и минус 1 делить на 2. Ну и так далее. Можно повышать высоту, будет все больше и больше таких чисел. Но тем не менее, можно нумеровать все рациональные числа по возрастанию высоты. То есть, вот этому числу присвою номер 1, этому номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, ну и так далее. Потом будет следующий ряд 8, 9, 10, 11, 12 и так далее. Получается, установлено соответствие. Можно можно занумеровать натуральными числами. Ну а теперь скажем, что такое несчетное множество. Бесконечное множество, не являющееся счетным, называется несчетным. Вот сейчас мы рассматривали счетные множества, это бесконечные множества, но в них можно посчитать элементы. Бывают несчетные множества. И установим некоторые общие свойства счетных множеств, про которые мы в целом в этом видосике говорим. Первое свойство всякое подмножество счетного множества, конечное или счетное. Второе свойство сумма любого конечного или счетного множества, счетных множеств, есть снова счетное множество. И третье свойство. Всякое бесконечное множество содержит счетное подмножество. Ну на этом все. С вами Клэнер Рокет. Всем спасибо за внимание и всем до свидания.